Доброе утро и добро пожаловать в Лайон Булл Академию. Сегодня, пока происходит проверка нашего счета, они еще не закончили и мы ждем. Но я с этим не тороплюсь, поэтому сейчас я бы хотел немного больше поговорить о дивидендах. Я за последнее время пересмотрел много видео в Ютубе и я узнал, что они недостаточно хорошо говорят о дивидендах. Я бы хотел объяснить, почему они говорят так и что вы не должны делать, когда вы инвестируете в дивиденды. Прежде всего, очень важно. Есть две вещи, о которых вы должны подумать, когда вы инвестируете в дивиденды. Первое. Не пытайтесь получить деньги через быструю спекуляцию, то есть краткосрочно, во время того, как вы покупаете или продаете акции на дивиденды. Почему? К примеру, если вы покупаете акцию, я буду использовать сейчас seeking альфа для этого. Итак, первое мы смотрим на x дивиденд дейт. Значит, смотрим вот на эту дату и покупку акции вам следует произвести за три дня до этой даты. И в данном примере у нас 28 число, то есть за три дня, получается 25, за три дня до x дивиденд дейт нам следует купить эту акцию. После этого, когда вам достаточно профита, то есть прибыли, вы закрываете свою позицию, то есть закрытие позиции должно быть не раньше, а вернее позже, чем рекорд дейт. Это дата, которая как раз стоит после x дивиденд дейт, и она является датой начисления дивидендов, поэтому это очень важно. Поэтому, чтобы начислились вам дивиденды, обязательно нужно закрывать свою позицию не раньше, чем это число, а конкретно после этого числа, то есть на следующий день. Вообще закрывать позицию вы можете, когда захочется, то есть когда ваша прибыль уже будет достаточно, то есть может быть долгое время открыта позиция. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас как раз говорим о том, что если вы держите короткую позицию, то есть если это короткое время, и в этом случае вам обязательно нужно смотреть на это число, record date. В данном случае у нас 29 число, что обозначает, что вам нужно закрыть позицию на следующий день, 30 числа. Но даже этого делать нежелательно, и я объясню чуть позже, почему. Бывает так, что ex-dividend date и record date имеют больше дней между собой. Вот, например, здесь у нас ex-dividend date 28 число, а record date 29 число. Разница в один день. Бывает, что там не один день, а три дня. То есть вам обязательно нужно смотреть эти числа, смотреть record date, если вы собрались закрыть позицию, обращать на это внимание, чтобы позиция была закрыта после, на следующий день после этого числа. Итак, повторим еще раз. Во-первых, мы смотрим на ex-dividend date и производим покупку за три дня до этой даты. В случае, если нам срочно нужно закрыть позицию, мы обращаем внимание на record date и производим закрытие позиции только на следующий день после этого числа. Но сейчас я вам объясню, почему нехорошо закрывать свою позицию именно на следующий день после этого числа. Почему лучше держать на долгое-долгое время свои позиции для дивидендов. Long term. Когда вы покупаете акцию для дивидендов, она сразу же при покупке падает в цене на количество капитала, которое равно дивидендам. Что это значит? Например, если вы делаете покупку акции на 50 долларов, а дивиденды с этой акции составляют, допустим, 2 доллара, то при покупке, в день при покупке этой акции, цена вашей покупки будет падать конкретно на 2 доллара. То есть у вас будет там не 50, а 48 долларов при покупке. Поэтому в день покупки сама акция корректирует свою цену конкретно на то количество дивидендов, которые он вам выплачивает. То есть если у вас сток, ваша акция стоит 50 долларов, и дивиденды, которые она дает, составляют 2 доллара, то в день покупки этой акции, ваша акция будет стоить 48 долларов. Поэтому если вы закроете свою позицию на следующий день после выдачи первых дивидендов, то сумма составит 50 долларов. Это будет та сумма, которую вы и вкладывали. Поэтому, как раз именно поэтому лучше, ну то есть эта система работает именно на длинную дистанцию. И второе. Не пытайтесь выбрать дивиденды, которые имеют высокий процент дивиденд-илл, который дает вам большие дивиденды в конце года. Почему? Так как это зачастую те компании, которые близки к тому, чтобы потерять все. Поэтому это не те компании, в которые нужно вкладывать. Сейчас я вам объясню, как это посмотреть. Если вы собираетесь инвестировать в дивиденды, то вам следует выбирать хорошие компании, которые всегда будут приносить доход, и которые будут существовать еще, возможно, еще долгие годы. Я приведу пример, о чем я хочу сказать. Это одна компания, которая называется Realty Income Corporation. Это компания, которая имеет много домов, которые сдаются в аренду. Я позже буду говорить, расскажу еще о этих компаниях поподробнее. Дивиденды этой компании составляют 3,42% в год. Очень хорошие дивиденды. Компания поднимается вверх, имеет свои приостановки, но это нормально. Это обычное движение маркета. Если мы посмотрим здесь внизу на Financial Summary, финансовое резюме, эти желтые столбики указывают как раз на чистую ежегодную прибыль. Это компания, которая имеет постоянный доход, которая делает деньги. Net profit margin – это прибыль этой компании, которая составляет 27,21%. То есть компания, которая делает деньги. Поэтому, если вы инвестируете свои деньги, вы должны их инвестировать в компанию, которая делает деньги. И проходить мимо тех компаний, которые теряют деньги. Даже если они дают вам большие дивиденды. Некоторые компании дают такой большой возврат дивидендов, даже 50%, 60%. Но почему они его дают? Такие компании очень близки к банкротству. Поэтому им нужно удерживать своих инвесторов. Иначе они моментально потеряют свою компанию. Многие новые инвесторы, которые только начинают, пытаются найти компании, которые имеют высокий дивиденд-илл. Не делайте этого. Если компания дает вам 10% дивидендов, это уже очень высокий показатель, и придерживайтесь этого. Что происходит, когда хорошая компания опускается вниз, корректируя свою цену? Но они все еще имеют хороший доход. И они тоже будут давать вам высокие дивиденды. И это прекрасно. Такая коррекция – это как раз та чудесная возможность, где вы можете купить больше акций по хорошей цене. Но если это компания, которая такая, как я сейчас вам покажу. GameStop – это компания, которая почти разрушена. График и маркет в этой компании спускаются непрерывно вниз, и пока они не изменят свои коммерческие стратегии. Инвестиции в такую компанию – это самый худший выбор. И если вы посмотрите сюда, они предлагают вам 40% дивидендов в год. То есть, если вы инвестируете 1000 евро, то они вам обещают, что у вас будет 400 евро в год. А если 10 тысяч, у вас будет 4000, вы смотрите и думаете, вау, невероятно. Да, конечно. Но если мы зайдем посмотреть, сколько денег делает сама компания, если вы увидите, какой нет профит у этой компании, составляет 0,38. И они при этом дают вам все высокие дивиденды, они теряют деньги. Это не та компания, в которую стоит инвестировать. Давайте посмотрим, какой долг у них. У них очень высокие долги. Это активы, ассетс, активы, которые у них есть. Тут их обязательства. И позже я сделаю отдельное видео, как вы можете научиться это все читать. Это будет большое видео, так как это много материала, чтобы объяснять. Может, я разделю на несколько видео. Но сейчас, что я хочу вам донести, это, пожалуйста, не инвестируйте в такого рода компании. Однажды американцы делали одно компьютерное исследование. Оно было смешным, но, тем не менее, исследование. Они использовали для этого обезьянок, которые кидали камушек, хаотично попадая в стенку, где была доска с финансовыми новостями, где были все акции. Каждый стоп, каждая акция принадлежала разным компаниям. И таким образом, хаотично они выбирали, какая компания будет в портфолио этих обезьянок. И с другой стороны, у них была команда с финансовыми гуру, с экспертами, которые тоже имели свое портфолио. Они сравнили результаты и увидели что-то невероятное. Обезьянки, которые случайно выбирали акции, имели больше возврат прибыль, чем сами эксперты. В Уолл-стрит в Америке. Эта история просто показывает, что не так уж и тяжело выбрать акции. Важно понять, что если вы не хотите рисковать, выбирайте компании, стоки, которые имеют хороший доход. И также, лучше всего, не концентрируйтесь только на дивидендах. Вы также можете спекулировать на ценах компании. Просто выбирайте лучшую компанию, которая имеет хороший возврат. Вскоре я буду делать видео на эти две стратегии, которые объясню в деталях подробно, чтобы вы понимали, как их можно использовать. Если вам понравилось такого рода видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И поставьте лайк. Поделитесь этим каналом с друзьями и знакомыми. И еще одну важную вещь я хотел бы вам с вами поделиться. Почему я решил давать бесплатную информацию в интернете? Я, конечно же, хочу развиваться и делать деньги, но я не хочу продавать свой курс. Почему? Потому что я не думаю, что ваши деньги должны быть инвестированы в меня. Свои деньги вы должны инвестировать в себя. Я думаю, что лучше для меня это взрастить большой канал на YouTube и делать деньги через YouTube, чтобы YouTube платил мне зарплату. Еще один способ, которым я зарабатываю деньги, когда вы открываете аккаунт на Итору через мой линк, через мою ссылку, когда вы на самом деле готовы и решили инвестировать, я получу деньги от Итору. Итору. Итору будет платить мне. Вам не нужно будет ничего платить. Вы просто открываете свой счет, зарабатываете там себе деньги, и автоматически Итору платит мне. Не из ваших денег. Ваши деньги на месте, как и прежде. Плюс у меня есть еще Итору аккаунт, которым я зарабатываю себе тоже деньги. Почему я выбрал Итору, потому что я пользуюсь уже много лет, и он работает идеально для меня. Вам не нужно платить комиссию за покупку акций. Прекрасно. Очень легко инвестировать на Итору. Имеет прекрасные диаграммы, чарты. Вы можете комбинировать с другими программами. За многие годы использования разных программ Итора у меня вызывает очень большое доверие. Плюс, если вам нравится мой счет, как я оперирую на бирже, то вы можете с легкостью включить такую систему копирования, называется. Copy trade. Социальный трейдинг. Сделки через копирование. Если вам нравится мой аккаунт, вы просто копируете его, и в точности все, что я делаю на своем аккаунте, будет копироваться на ваш аккаунт. И это лично ваши деньги, которые будут только на вашем аккаунте. И мне не идет ни одного цента с этого. Мне платит отдельно Итору за мою работу. То есть количество денег, которое вы вкладываете себе на свой счет на Итору, будет только для вас, для ваших инвестиций. Если вы хотите инвестировать в меня, просто пройдите, зарегистрируйтесь на Итору через мою ссылку, через мой линк. Но прибыль будет только ваша, и никого другого. А сам Итора будет платить мне со своей личной комиссией. А что для вас хорошо, что стоки, акции на Итору не имеют комиссий. Поэтому я считаю, что это прекрасная сделка. И это тот путь, которым я делюсь с вами. Это тот путь, которым я сам зарабатываю деньги. Я также продаю свои книги, но это только потому, что я люблю писать книги. И желаю продать миллион копий, чтобы стать миллионером, также продавая свои книги. Я надеюсь, это случится, скорее всего, случится. Но я хочу, чтобы вы покупали книги, только если вам нравится та информация, которую я вам даю здесь. Это точность та же информация, которую я вам даю здесь. Я сам покупаю очень много книг. И если я нахожу какую-то хорошую информацию, или даже хороший канал на Ютубе, я покупаю книги этих людей, потому что я их поддерживаю. Если вам нравится, что я делаю, вы можете купить книгу, я буду этому очень рад. Но если вы не купите книгу, ничего страшного, все в порядке. На самом деле, я здесь не для того, чтобы продавать вам что-то. Я здесь для того, чтобы помогать вам, и помогая вам помогать себе. Мне не нужны ваши деньги. Я не хочу, чтобы вы платили мне. Я хочу, чтобы и Тору, Ютуб и большие компании платили мне. Спасибо, что посмотрели. Спасибо за лайк. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. See you next time. Ciao.